Ну, на самом деле, вот эта тема Королла иллюстратора, она, конечно, вызывает ряд, так сказать, сомнительных вопросов, зачем это все сравнить. Но, вы знаете, поскольку их постоянно сравнивают, то я, в общем-то, решил, о чем, собственно, и не сравнить. И по поводу Королла иллюстратора, проблема в том, что вообще у Королла, конечно, история достаточно длинная, не менее длинная, чем иллюстратора. Но, вы знаете, в принципе, Королл чем хорош? Он всегда был на платформе Windows, вот, всю жизнь. Вот, и прекрасно я чувствовал. Нет, и кое-когда он был на платформе Macintosh, но это было очень недолго, в общем, потом он перестал быть на платформе Macintosh. У иллюстратора была противоположная ситуация, он был всегда на платформе Mac, но иногда он отсутствовал на платформе Windows. Вот, в свое время была четвертая версия иллюстратора, вот, она для Mac была 5, 5-5, там 6, а для Windows нет. Вот, и поэтому возникли самые разные проблемы, и народ немножечко страдал, а на четвертой версии иллюстратора работать было как-то очень грубо, если он был на более старшей версии. Вот, и поэтому, когда наконец-то появилось все и там, и там, сразу возникли разные терки между программами, между дизайнерами и так далее. Вот, и, в принципе, гламурные там дизайнеры предпочитали всегда, конечно, платформу Macintosh, соответственно, никаких Corel. И теперь, по поводу, с точки зрения сравнения, в общем-то, наша цель, в общем-то, их немножечко столкнуть. Ну вот, ну вот, и, допустим, вот Corel. Допустим, я его вообще ни разу не запускал, я его спускаю первый раз, самый Corel. Кстати, в отличие от иллюстраторов, в Corel входит целый комплект программ, это менеджер шрифтов, причем такой версии X8 очень достойный, можно управлять наборами шрифтов, можно активировать, дезактивировать, очень круто сделано, на самом деле, полезнейшая вещь. Некоторые, даже вот когда X8 вышло, некоторые там взвизгнули от радости, только из-за этого менеджер шрифтов. Ну, тут, как вы к ним относитесь, конечно, вопрос сложный. Фотопейнт это для растрового редактирования, но это показывать не будут, потому что сам очень слабо его знаю. Вот, Corel Connect для различных вспомогательных вещей, капча и кран снимает, но это, видите, вспомогательные различные операции. Конечно, CorelDroid здесь такой ключевой момент, вот, именно этого момента мы пройдем. Итак, вот мы запускаем Corel, и обратите внимание, здесь у вас советы различные идут на русском языке и так далее, в общем-то, создать, посмотреть обзор, изучение основ там и так далее. И, вы знаете, здесь, в принципе, у Corel есть такие достаточно интересные вещи. Вот, создать, создать из шаблона. Вот эти операции, но они достаточно типичны, конечно же, когда я создать начинаю, нажимаю, то перед вами такой стандартный набор настройок идет. И здесь вы видите, что формат А4, наверное, вам знаком, ширина, может быть, смикс, слышали страшные слова, да, вот, количество страниц, там, разрешение. Ну, я могу здесь, как видите, выбирать тоже, какие цветовые режимы будут, в общем-то, для веба могу. Ну, допустим, сейчас пока А4 вот это оставляю, ориентацию так идет. Вот, параметры цвета здесь, в принципе, вот здесь все настраивается. Надо сказать, что с цветом сейчас Corel уже хорошо работает, и, в принципе, на нем очень можно достоверно работать. Вот, так. Ну, допустим, вот так вот, окей. И я создал вот такой документ. Вместе с тем, когда вы вот так создаете документ, в общем-то, в любом случае, вы ожидаете видеть границу страницы, что вы сейчас увидите. И сразу обратите внимание, совет. И вот так, совет о рисовании линий, соединительных линий и так далее. Наверное, вы, если посмотрите на интерфейс иллюстратора, ну, чем-то похож, нет? Вот. Тоже, видите, прямоугольнички рисовать, с текстом работать и так далее. То есть, в любом случае, это вот инструментарий идет. Вот. В Corel сделали, правда, еще возможность, видите, есть плюсик такой идет. Я могу конфигурировать эту панельку так, как захочу. Вот. И, в принципе, в этом есть определенный смысл. Ну, для частого использования, вы можете операцию сюда добавить. Вот. Но какая самая простая фигура, которую мы можем создать здесь, как вы думаете? Пограмм. Прямоугольник. Прямоугольник. Вот. Прямоугольник. Я рисую прямоугольник, и Corel, как видите, прекрасно рисует прямоугольник. Вот. А дальше. Вот вы нарисовали прямоугольник. Мысль создать второй прямоугольник неплохая, но возникает вопрос. А можно ли переместить этот? А как бы вы переместили? Особенно вопрос. Не знаю. Я уже не знаю. Такое. Все гораздо проще. Вам видна вот эта кнопочка средняя? Вот. Вы за нее так таскаете, спокойно перемещаете ваши объекты. И, в принципе, вы видите, что никакой проблемы нету. А масштабировать вы догадались за манипулятором. Вот. Обратите внимание, как выполняется масштабирование. Вы заметили? С пропорциями. Вот. И по умолчанию так вот работает масштабирование с пропорцией. Обратите внимание, что я по-прежнему нахожусь в этом инструменте. Я никуда не переключился, да? Вот. Я могу нарисовать другой объект. Могу нарисовать третий объект. Вот. И, между прочим, я могу в этом инструменте продолжать, продолжать работать и с этими объектами тоже. То есть, в принципе, вот так вот я могу спокойно вот эти действия выполнять, как вы видите. Вот. И у меня занята правая рука, да, и левая кнопка мыши по умолчанию. Вот. Ну, у Корла, правда, есть еще вот такая фишка. Вы ее уже видели. Копирование объекта. Оно выполняется правой кнопкой мыши. Вы знаете, я, поскольку в свое время начинал с Корла, то, естественно, к этой операции, ну, привык довольно быстро. Но когда меня правой кнопкой мыши лишили, это стало просто адом. Потому что когда ты привык, ты постоянно ее жмешь, даже если ее нет. Вот. Вот это как-то неприятное ощущение. Вот. То есть, я вот так тащу и коротко щелкаю правой кнопкой мыши, вот так получаю объект. Вот так я копирую. Ну, вы заметили, я все время нахожусь в этом инструменте. Вот. Правда, в этом инструменте я не смогу эти объекты выделить. Потому что, если я начну выделять, вы догадываетесь, что произойдет. Я нарисую еще один прямой уголь. Вот такой. То есть, выделить так не удастся. Придется мне удалить и переключиться в обычный вот этот инструмент стрелка. В Корле сделан таким образом, что, например, когда я работаю с объектами, я вот так перетаскиваю, а потом я включил редактирование, то я по пробелу могу переключиться в стрелочку. По пробелу. Потом я снова создаю следующий объект, по пробелу я переключаю стрелочку. Понятно? То есть, по пробелу я вот так вот все это переключаю и, в принципе, как видите, все достаточно удобно работает. Вот. Выделение объектов Корла происходит вот таким образом. Смотрите, я выделяю. Но вы видите, что у вас не входят, не выделяются те объекты, которые я не обвел целиком. Вот. И... Так. И с плюсом... С плюсом немножечко другое происходит. Вот. Кстати, с плюсом замечательная штука в Корле происходит. Но, правда, здесь нюанс. Кнопочка плюс. О, знаете такую кнопочку? Найдите на клавиатуре эту кнопку. Плюс. Вот вы правильно смотрите. Вот это именно тот правый плюс, который мне создает дубликат моего объекта. Прямо по месту. Вот это очень нужная штука. Чем он отличается от Ctrl-C, Ctrl-V? Вот смотрите. Я сейчас вот этот объект закрашу. Какой-нибудь цвет. Панель вебинара, блин. Только месяц. Сейчас я вот так вот делаю. Вот. И так. Вот смотрите. Вот этот объект у меня... Видите, где находится? Сейчас посмотрим. Вот так. Сейчас у нас задний план перемещен. Вот. И так. Теперь я нажимаю плюс. Всем все видно? Он разместился прямо над тем объектом. Прямо вот так сходу. Одной кнопочкой. Вот. А если бы я сделал Ctrl-C, Ctrl-V, где он размещается, он всегда на передний план размещается. Поэтому плюсом Corel размножать просто одно удовольствие. Вот. Так. Прямо украинский факт получился. Извиняюсь. Если что. Вот. Теперь. Вы обсуждали кнопочку плюс. Теперь по поводу... Я вам говорил по поводу правой кнопки. Но. Обратите внимание вот на что. Вот. Я вот эти объекты вот так выделяю. Кстати. Я могу объекты выделить и с кнопочкой. В этом случае выделение происходит так, как в иллюстраторе. Он захватывает так. Ну. Не знаю, многие ли знают эти нюансы. Но они, в принципе, иногда бывают удобны для сложных композиций. Вот. Теперь. Теперь другой немножечко момент. А я хочу, например, выполнить трансформацию моего объекта. Ну, допустим, я нарисовал эллипс. Вот. Кстати. Как вам? Вам идет куча советов. То есть, если вы читаете, да, советы, то вы обнаруживаете, чтобы нарисовать эллипс. А при удержании control, а при удержании shift и так далее. О-хо-хо. Оказывается, здесь куча разных сюрпризов есть. Вот. Так. И теперь я нарисовал вот так вот эллипс. И теперь я хочу его повернуть, например. Ну, я переключу, конечно, стрелочку. И, в принципе, здесь нет повороток как-то такового. Но в Corel сделано такое решение. Я еще раз нажимаю на этом объекте. И мне опять идут куча советов. Corel – это страна советов. Но советов по делу. Вот. И теперь я вот так начинаю поворачивать. Подогадываюсь, как мне повернуть с копией. Правая кнопка, да? Вот. Я вот таким образом, как видите, использую стандартную операцию. И вот так поворачиваю мой объект. Вот. Но в Corel, конечно, я могу поворачивать и не только относительно данной точки, а относительно, например, вот этой точки. Ну, логично, да? Например, хочу беру. И в Corel также сделано такой момент. Я хочу поворачивать на какой-то кратный угол. Ну, такой дискретный. У Corel, в общем-то, для этого, он, видите, даже здесь пишет, какая кнопочка используется. В этом отношении у Corel и иллюстратора, конечно, есть разные нюансы. В общем-то, и если с одной программы резко переходить на другую, как мне сейчас придется, наверное, я чуть-чуть попутаюсь. Зарая, извиняюсь. Итак, с Control я вот так делаю. Поворот по умолчанию 15. Все настраивается. Вот так вот. И дальше я повторяю поворот. Вот так, Control R. Вот. Сжимаю. И он мне, видите, все вот так вот быстренько сделал. Вот эта операция повторит. Вот. Пока все понятно? Вот. Итак, все просто. И вот новичок садится за Corel, он включает вот это все, и у него вопросов не возникает, он сразу работает. Сходу вот эти операции он делает. Вот. Вы спросите, как иллюстратор, я сейчас покажу, как днем происходит. Но перед тем, как показать, смотрите, что еще, какой нюанс. Мы сейчас смотрим секцию для новичков как-то, да? Итак, я хочу масштабировать для этого. Для этого по умолчанию в Corel используется колесо прокрутки. Вы знаете, на самом деле очень спорное решение. Это можно настроить, чтобы было по-другому. Но с колесом прокрутки его всегда прикручивать, да? Вот. Может быть, с кнопочкой Alt, видите, он прокручивает. Ну, вот так вот. Но, правда, монстры Corel, по-моему, они как раз используют колесо прокрутки для масштабирования. Так что, так сказать, вот стандартный вариант использовать. Масштабирует Corel очень хорошо, до каких-то там невообразимых процентов. У меня до 2,9600. Вот, там, что-то тут он сам уже запутался. Это 260 тысяч процентов. Ну, по-моему, это перебор уже идет. Итак, но в Corel совершенно изумительно сделана прокрутка документа. Вот это круто на самом деле. Смотрите, что они придумали. Они придумали использовать в среднем кнопку мыши для прокрутки. Я на нее нажимаю. Класс. Да, это колесико. Это колесико. Оно уже нажимается. А мыши все сейчас, ну, редкие, которые без колесика бывают, да, в общем-то. И, пожалуйста, вот так прокрутка сделана. Рассыловатим. Да, то. Я когда... Ну, это в версии X6 появилась эта фишка. Ну, вот, я тогда тоже где-то фильм показывал. Они тоже рассыловатим, готовы были. Они говорят, а мы ради этого как бы и... Ну, и версию ставим именно X6. Вот. Так что вот это очень удобная штука, конечно. Вот. Ну, конечно, кнопочки у Corel там все есть. F4 для быстрого масштабирования страницы. Вот. И что немаловажно, вы знаете, в свое время я, поскольку в второй версии Corel работаю, застал много интересных и странных решений у него. У них по умолчанию 100% знаете, что было изначально? Это вся страница. Ну, ведь это жесть просто. Вот формат А3 перед вами. 100%. Формат А0. 100%. То есть нет никакого вот как бы единого стандарта. Это жесть просто. То есть я не могу включить 100%, чтобы смотреть реальный размер. Это вот дикость просто была. Ну, это слово была здесь, ключевое. Потому что сейчас вот 100%. Вот. 100% сейчас он, ну, как может соответствовать печатному документу. Это на самом деле очень здорово. Так, у меня тут иногда обнаруживают, что здесь что-то такое происходит в вебинаре. Ну, ладно, все нормально. Итак, мы с вами сейчас смотрим вот эти основные такие операции. Видите, они достаточно простые. Да, и в Corel еще сделано прикольную штучку. Вот я масштаб увеличиваю. Да, есть кнопочка F2, могу так вот увеличить масштаб. Могу еще там F2 увеличить. А F3 я теми же шагами уменьшаю масштаб. То есть я вот как увеличил, так могу уменьшить. В принципе, сделано очень разумно. Ну, видите, своя технология. У него можно много перестроить в Corel в интерфейсе и под иллюстратор сделать. Но нет, не получится из вас иллюстратор. И все равно придется Corel-овские нюансы. Ну, невозможно. Вот. Но мы сейчас посмотрели вот эти операции, и теперь в иллюстраторе. Посмотрим, как вот эти операции в иллюстраторе делаются. Вот. Ну, как видите, все жутко похоже. В общем-то, все один к одному идет. Вот. Но надо сразу отметить такой момент, что иллюстратор не многостраничная система. Если в Corel, например, добавляю страницы, я получаю эти страницы. Вот. Это чистые страницы идут. Вы заметили, что объекты за страницей, они общие для всех страниц. То есть я могу эти объекты выделить отсюда. Сейчас, если я их помещаю на вторую страницу, то они будут на второй странице уже на первой их нет. Вот. И таким образом я могу добавлять, там, я не помню, сколько страниц, по-моему, 999, а может быть больше. Что-то как-то даже у головы не приходило. То есть как-то дизайн, как иллюстратор было в одном? Получается, да. Получается, да. Совершенно верно. Для фотографии можно. Да. Может фотографии. На Западе Corel очень давно используется для создания журналов. Причем с их допечаткой проблем не возникает. Поскольку те знают, как бороться с кривыми руками пользователей, если они там эффект понаделали, и знают, как это быстро решить все эти проблемы. И денег за это не берут, честно говоря. А наши уперлись в проблему и потом начинают размусульывать. Ну, да, Corel местами виноват. Ну, а руки-то где были? Вот, и так, я документ создал сейчас, и теперь опять прямоугольник. Прямугольник легко создавать. Вот, тоже советы дает. Но, видите, он без того, чтобы давать советы по поводу прямоугольника, он не что-то насчет шейпера там, какого-то там. Вот, прямоугольник. Но, я хочу переместить. Перемещаю. Хочу масштабировать. Масштабирую. Хочу создать новый. Создаю. Но, если я хочу вот тот объект передвинуть, я уже не смогу это сделать, потому что я уже перешел в режим создания прямоугольников, и ничего не могу больше сделать. Да, он только новое будет. Вот. Он рисует новое, в принципе, и перемещает только данный объект. Ладно. Я переключусь на стрелочку. Для этого здесь, ну, кнопочка пробел не подойдет, а кнопочка V подойдет. О, подойдет. Ладно. И теперь я могу, в общем-то, здесь эти объекты вот так вот перемещать. Выделяются они тоже очень хорошо. Без проблем, как видите. Вот. Но это были прямоугольники. Сейчас забудем прямоугольники и найдем, где есть у нас эликс идет. Эликс идет, допустим, вот так. Вот. И вы помните ли, как Корли объект размножался с правой кнопкой мыши? Было такое дело. Здесь правая кнопка мыши, конечно, есть, но она используется для других целей. Вот. И я сейчас хочу объект мой повернуть. Нет, я, конечно, могу попробовать его повернуть? Не попробуй, поворачивай. Крутится. Немножечко другое. Вот. Откачу-ка я назад. То есть, в принципе, я могу в этом режиме поворачивать, но я не могу поворачивать так, как я хочу. Я могу, конечно, включить ему трансформирование вот относительно нижней точки, но как только я начну поворот, видите, вот эти операции всегда выполняются относительно центра объекта. Я хочу повернуть относительно нижней точки. Что я должен сделать? Я в иллюстраторе должен включить инструмент. Если вы подумали, что этот инструмент свободно трансформирования вам подойдет, это не так. Вот. Потому что вам придется явно включить инструмент поворота. Ну, и включать инструмент поворота. Теперь вы должны назначить точку окружных. Вот она. И теперь я могу начать поворот. Ну, я на этот раз могу тянуть за любую точку. Но возникает другая проблема. Помните, насчет 15 градусов? Ну, допустим, я хочу тоже повернуть на 15 градусов здесь. Что тогда? И тогда вам придется использовать еще один прием. Работу в иллюстраторе. Вот. Вы вот так нажимаете. Но если вы с клавиша alt тянете, вы получаете просто копию на неизвестно каком градусе. А вам нужно с alt щелкнуть сюда. И теперь-то вы можете наконец-то ввести вот эти 15 градусов, нажавить, копировать. И дальше Ctrl D уже вам повторит вот эти операции. В принципе, вот, похожая, в общем-то, операция была. Дальше. Я чуть-чуть вернусь в Corel сюда и посмотрите на такую процедуру. Иногда бывает необходимо перевернуть объект. Ну, допустим, идет у нас такой, какой-нибудь такой вот. Ну, почти что объект выходного дня получился. Вот. И я хочу его там справа перевернуть. Вот. Что я делаю? В принципе, вот я что делаю. Я нажимаю Ctrl, тащу и с правой кнопкой щелкаю. Все. Но, как вы думаете, долго эта операция владеет? Сколько? Быстро, да? Когда у нас группы идут по иллюстратору, типовая ситуация, на восьмом занятии поискель пытается перевернуть объект. Ну, и не всегда с успехом, к сожалению. Вот. Ну, допустим, вот идет похожий объект. Ну, более солидный. Вот. Вот он идет. И теперь я хочу его перевернуть, вот этот объект. И тогда что я делаю? Я включаю инструмент переворот. С клавишей нажимаю вот здесь вот. Говорю, какая у вас вертикальная. Нажимаю копировать. Вот я получил вот такой замечательный объект. То есть, в принципе, вот такие простые операции в Короле и в иллюстраторе, как видите, делаются по-разному абсолютно. И в Короле здесь огромный профит, конечно, в сравнении с иллюстратором. Вот. И то, что в иллюстраторе... Вот вы должны, вы знаете, вот на занятиях я всегда муструю своих слушателей, чтобы они вот эти в руках операции были. Потому что иначе невозможно совершенно. Вот. А иначе все. Там без практики. Здравствуйте. Вы Корол или иллюстратор? Или оба сразу? Вы Корол или иллюстратор? Чаще. 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 Да. Чаще Корол. Все равно заходите. Мы сейчас как раз смотрим на начальном уровне, чем... А? Сейчас иллюстратор. Вот сейчас в данном случае иллюстратор. Мы сравниваем работу там и там, где бутылки лучше рисовать. Вот. Кстати говоря, вы заметили, вот тут нестыковки такие идут, да? Вот. Но у меня как-то был художник, достаточно давно был. Вы знаете, как он рисовал? Он рисовал, вот если нужно было создать какую-то там структуру, ну, какой-то рисунок. Он рисовал ее вот так. Вот он рисовал штрихами. Штрихами так вот рисовал там. Вот так вот рисовал. Нет, это не меня. Это еще. Вот так вот. Ну, вы представляете, что потом получалось? А ему нужна единая фигура. А он так привык рисовать. Это у вас такие красивые звуки? Это у вас красивые звуки? Или у нас красивые звуки? И вот так он, в принципе, мучился По-моему, ему сложно очень было привыкнуть Он шикарно рисовал от руки, но в Корле это было что-то ужасное Допустим, я имею вот такую бутылку И я хочу, чтобы это стало слитым объектом В принципе, желание похвальное Но здесь, в принципе, в Корле я должен сделать ряд операций Я не буду их показывать Потому что есть одна операция Сейчас в Корле она называется соединить кривые Я говорю расширить, например, и даю допустим 5 мм Применить я получил объект Все, цельный объект готов Вот, итак, таким образом я запнул объект в иллюстраторе В принципе, я, конечно, могу закрасить их таким образом сейчас Не знаю, чем хорошим это закончится По-моему, что-то там будет не то Нет, ну, в принципе, вроде бы закрасились Но соединений не произошло никакого Тогда я должен объединить узелки вот эти вот Но иллюстратор как бы... Нет, я могу попробовать, значит, что сделать Но эта фишка, конечно, неизвестно, сработает или нет У нее здесь есть вот такая хорошая операция Создание фигур Вот И я могу вот так вот провести Если повезет, вот он создал фигурку Сейчас, наверное, группа идет Так что вот вам все, как видите, он сделал Но мы исходили из того, что здесь все четко срослось В общем-то, а могло быть на расстоянии И тогда ничего бы этого не было Вот И тогда было бы немножечко более грустно И тогда мне пришлось бы вот эти узелки соединять вручную в иллюстраторе Где у меня там идут Вы видите, это одна фигурка идет И это другая фигурка идет И какие-нибудь узлы там я должен объединить, соединить Вот так вот Мы вроде соединились И по привычке колесо прокрутки нажимаю А здесь пробел он надо И внизу тоже, соответственно Говорю, соединить Вот они соединились Тоже могу их закрашивать Что там такое? Все нормально? А, нет, не регулируется Вот И таким образом Вы видите, что я могу Тоже все это соединить Но, конечно, в Корле Вот эти операции Ну, в некоторых ситуациях гораздо проще, чем в иллюстраторе выполняется На базовом уровне Вот Конечно То есть, в принципе, в Корле я могу вот эти контуры сгладить совершенно разным способом Например, я могу Выделить вот эти узелочки Вот И здесь у него, видите, кнопочка идет такая вот Сглаживание То есть я могу сгладить вот так вот Вот так вот Да Это регулируется здесь Причем на ходу все это регулируется Я могу часть сглаживать Могу сразу все выделить То есть, как захочу Сглажу, мне очень хорошо работает Вот Ну, теперь будет немножечко дегся в сторону Корова Ну, правда, в сторону иллюстратора тоже Одна из проблем в создании объекта Это объекты под углом Вам нужно работать с накладенными объектами Вот, например, одна из типовых ситуаций Вот у меня есть объект Мне нужно повернуть на какой-то угол Ну, например, на угол 20 градусов Повернул А теперь я хочу этот объект Расширить Понятно, да? Что-то вопрос? Корол? А, иллюстратор Мы здесь не рассчитывали на практическую работу Это как семинар идет Поэтому, в принципе, можно попробовать на другой машине Здесь бывает у нас лицензия Сбрасывается Потому что разные версии иногда попадаются Поэтому можно попробовать на другой машине Действительно Там, может, нормально Вот Иначе придется на 11 угонять Чтобы она ввела ему Площадные слова Вот так вот Вот это повернутый объект Если начну его масштабировать Видите, что происходит? А я хотел бы просто удлинить его В принципе Что интересно Вот видите, ширина идет Но если я ширину сюда веду Лучше бы, конечно, этого не делал Потому что я получаю вообще вот такую скоррекцию Вот А что мне тогда делать? А у нас есть такие королы? Что я сейчас должен сделать в вебинаре? Какую операцию? Перевод в кривые набирается долго Ну, я сейчас перевожу в кривые его Где кнопка-то была Через объект Преобразовать в кривую И теперь Инструмент форма В корле для этого используется И теперь я могу уже этот объект вот так вот расширять Но Ну, а виден нюанс? Что-то как-то он расширяется Не очень здорово, да? Вот Тогда я сейчас попробую включить ему привязки Чтобы более чисто шло Вот У меня есть направляющие Я включил вот эти Там Динамические направляющие Ну-ка посмотрим, как сейчас она идет О Так лучше? Он получше фиксирует уже Но, правда, он будет сейчас ко всему липнуть Кому не попадя еще К соседним объектам Ну и здесь Видите, как он Правда, еще зависит от того За какую точку тащу Если я сейчас возьму вот эту точку То, я думаю, будет гораздо лучше Вот видите, он лучше прямой отслеживает Но ему мешают соседние объекты Ну, вот так вот я расширяю объект Это понятно? Вот В иллюстраторе Вот он Прямоугольник Вот он Повернутый прямоугольник И вот я его так-то расширяю Лучше? Лучше Вот Поэтому, конечно, в этом отношении У Корла Есть свои нюансы Но, правда, если я в иллюстраторе Попробуем ввести ширину Сейчас другую Там, видите, 121 Например, 150 Веду То иллюстратор ведет себя Ненамного лучше Корла В этом отношении Он, видите, проекцию сделал 150 А если вы хотите объект Удлинить до 150 Я так думаю, что Адоба и Корла Вам ответят следующим образом Для этого есть автокады А нечего с такими объектами Здесь связываться Вот Поэтому Ну, вот такая ситуация Но, правда, в Корле Сделали вот такой странный инструмент Вопрос его использования Вопрос достаточно тонкий Этот инструмент называется Прямоугольник через три точки Работает он хитро А те, кто нам подошли Вы как к Корла Используйте Объект инструмент По трем точкам Вот это вот Как Или не используете Он такой замечательный инструмент Вот Очень интересный Ясно Вот Вот таким образом Я создаю, как видите Объект Под нужным углом Вот так Я его создал Ну, вот так он создался В иллюстраторе я так создать не могу В таком виде Но, правда, возникает вопрос И не особо хотелось В общем-то Поэтому, в общем-то Такая же ситуация Вот И, конечно С этой точки зрения У Корла Видите Есть Некоторый минус В связи с иллюстратором Правда, надо сказать Что когда Вы объект Повернули в иллюстраторе И вы не хотите Больше видеть этот поворот То есть Вы не хотите Видеть вот этот Конвейнер Вы можете всегда Эту рамочку Короче Такое длинное слово На английском Он гораздо более короткое Так Где он тут Ну, что тут Это вот Не сработало Ну, по идее Должно было сработать Но что-то оно не сработало Вот И По-хорошему Конечно Он должен был мне Сейчас сделать Общую рамочку Нормальную Обычную Прямоугольную Ну Что-то тут не делал Что-то мне там Какой-то косяк дома Эту тему Вот Но С другой стороны Вот эта рамочка идет Которая В рамках обычной Трансформации Вот Здесь И повороты идут И масштабирование идут Вот Но если я объект поворачиваю Вот так вот И теперь включаю Вот этот инструмент Трансформирование Видите Вот оно Вот Так работает Но если я выбираю Операцию Установить настройки То он мне вот так Вводит То есть Это для Операция Трансформации Применяется Вот В принципе Вот в этом отношении Конечно Здесь сделано Более продуманное Решение Иллюстратора Тут однозначно Совершенно Вот У Корла Также еще сделана Такая операция Может быть Кто ее встречал Где она там была Называлась она Сейчас Вот Свободное преобразование Они в разные места Суют В разных версиях Вот И смысл его Следующий Вот у меня есть Объект Самый обычный Прямоугольник Я включаю Режим Свободное преобразование И наверху У меня появляются Вот эти настройки То есть я могу Например повернуть Видите Относительно Вот этого угла Я сразу Уполняю Наверное Поворот Но если я захочу Например Его масштабировать Этот объект Видно Масштабирование Включаю И вот так вот Тащу Опа Как странно От этой точки Ну Видите Он работает Очень своеобразным образом Вот Но Это единственная операция Которая позволяет Это единственное Возможно Выполнить Такую операцию Это переворот Относительно Заданные точки Видите Как переворот Произошел То есть я хочу Относительно Точки перевернуть Правой кнопкой Раз И объект Перевернулся Относительно Вот этого Узла В иллюстраторе Если мне понадобится Такую операцию Сделать То я должен Вот этот объект Идет И теперь я хочу Сюда перевернуть В сторону Вот я включаю Стабильный переворот Но Дальше я должен Ну Допустим Вот эта точка Выполняется Переворот О Всем все видно У меня Неправильно Понял Я должен Сюда Щелкнуть Сначала Теперь Я На этом Объекте Нажимаю Вот он Как-то Вот так Вот идет Видно Могу Склайшаль Сделать Копию Но Мог бы Сделать Склайшаль Вот такой Переворот Но Тогда Мне нужен Угол Вот это Знать Точный Угол Допустим Я знаю Там 49 градусов Нажимаю Копировать И Куда он Делся А Это Другой Прикол Иллюстратора Он Позволяет Вам Выполнять Операции Без Выделения Объекта Объект Не Выделен Операция Выполняется Интересный Вариант Меня всегда Интересовало Куда Эту Возможность Можно Использовать Но На самом Деле Это Для Очень Специфические Вещи Иногда Ночи Редко Бывает Нужно Ну А я Сейчас Вынужден Снова Объект Этот Выделить С клавиши Сюда Щелкнуть Вспомни Что угол 49 Можно Просмотр Нажать Видите Туда Идет Копировать И Вот Он Сюда Прошел В этом Отношении В иллюстраторе Чуть Сложнее Такая Перас Уполнять Чем В короле Первый Относительно Угол Но Это Что касается Действий С объектами Между тем Если Например Я хочу Сделать Вот Такую Задачу У меня Идут Например Будущие Кнопки Вот Эти Кнопки Идут Кнопки Идут Замечательно Вот Но А как Мне Сделать Так Чтобы Я их Увеличил Все А расстояние Между ними Тоже Осталось Понимаете И Вы знаете Ни одна Из этих Программ Такого Делать Не умеет То есть В принципе Вот видите Они Зазор Тоже Корректируют А чтобы Увеличить И зазор Сохранить Понятно Да Замысел И Увы Тут Сделать Мы Ничего Не можем Ни в Иллюстраторе Ни в Короле Это Сделать Невозможно Но В Иллюстраторе Правда Можно Сделать Такую Штуку У Него Есть Все Так Знаете Меня В этом Отношении Корол Удивляет Почему Они Скоро Этого Не Сделают Потому что Здесь Отличная Операция Вырваться Сделал На свою Голову Узкий Интерфейс Это Окно Выравнивание Выравнивание Ну Я не знаю На темном фоне Видно Не видно Там Они там Гордятся Черным Интерфейсом Так Вообще Адоба Прям Обще Просто Обалдеет И здесь Есть Операция Расстанем Объект Я могу Задать Здесь Например 5 мм Но я Выбираю Там Какой-то Объект Нажимаю 5 Нажимаю Оба Я получаю 5 мм Но Вот Корли Так Сделать Я не могу Вот Вот Это Он Не умеет Делать Я могу Все Что угодно Сделать Кроме Вот Такого Самого Примитивного Выравнивания И Вот У меня Идут Объекты Распределения Точнее Вот Они Идут Вот Вот Так Вот Например Вот Так Вот И я Вот Так Узвину Теперь Я хочу Сделать Расстояние Между ними 5 мм Но Тут Я руками Развожу И говорю Что Вот Сейчас Мы Это Сделаем Вот Выровнять И Распределить У нее Есть Огромное Окошко Выровнять И Распределить Вот Оно Идет Но Я Не могу Задать Как вам Окошко Ничего Оно По-моему Раза в два Больше Чем Иллюстратора Кнопок Больше Толку Меньше И я Могу Координат Какие-то Там Указать Но Я не могу Зазор Указать Ну Никак Я могу Разбредить Просто Расстояние Между ними Это В общем-то Задать Одинаковое Это Наверное Здесь Видите Расстояние По Горизонтали Но Я не могу Задать Само Расстояние Мне По поводу Визиток Дело в том Что у Королла Есть Своя Еще Фишка Я Скоро Дойду Думаю И Таким Образом С точки Зрения Выравнив У Королла Достаточно Серьезный Минус Теперь С точки Зрения Работы С объектами Прямоугольники У Королла Смотрите Как Интересно Сделано Оба И я Скругляю Уголочки Оба Я Скругляю Уголочки Мило Раз И все Дела Вот Так Все Работает В Иллюстраторе Я Так Делать Сходу Не Смогу Раньше Раньше Кстати Не Смог Сейчас Я Кое Что Могу Сделать У 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 Видно У У У заметно скоро ли вот она идет посмотрим как здесь происходит заметно на самом деле это очень важно потому что например для веба когда скругленные уголочки для кнопка вам нужны но кнопки разного размера это мучение если вы не можете вот так вот следить за постоянно вот этим ускорблеть чтобы она была одинаковая вот сейчас она как видите вполне нормально и таким образом здесь получается как бы паритет по работе с объектами правда у корала надо отдать должное у него еще помимо прямоугольника есть эллипсы а эллипса тоже через шейпер можно работать и с такими конструкциями и с такими конструкциями то есть можно здесь сходу создавать самые разные фигурки и с точки зрения объекта у него видите такой солидный список идет здесь и различные многоугольники вот и если я нарисовал многоугольник я могу ему количество узлов на ходу менять то есть любой момент я могу преобразовать в любую другую фигуру в иллюстратор если я это использую операцию созданием таких многоугольников вот он многоугольник вот я делаю я могу на ходу ему увеличить с помощью кнопочек количество углов но когда его создал тут я уже ничего не могу сделать то есть принц он создался такой и все дальше работает с ним как хотите я могу здесь и скругление делай да вот эти вот внутри вот и так далее но количество углов я менять не могу но с другой стороны те кто в иллюстраторе работают а им это в ручку и не нужно вот теперь теперь немножечко более грустные моменты для корова потому что конечно работать с кривыми вот в лесу я работаю в короле я рисую кривые принципе кривые рисуются ну одинаково что там что там если от руки рисую вот но вы слышали такие кривые безе а кстати говоря от руки но я не совсем прав конечно вот я в короле рисую а теперь хочу подправить эту кривую и чем буду делать ну тогда я вынужден переключаться в различные другие инструменты вот и там в общем-то там были сглаживание использовать и другие операции там как тут чтобы с ней поработать а как если хочу по-другому и развернуть эту фигуру то никак или например я хочу сделать так чтобы у меня вот эта верхняя часть была кривая в короле я должен обязательно перевести в кривые для этой операции и теперь я могу здесь это все в общем то делать забавлять сюда узлы и вот так вот но я не могу рисовать вот не могу и все то есть карандашом рисовать они могут вы спросите а в люстраторе что а в люстраторе вот как вот да фигурка идет я включаю самый обычный карандаш ну кистом нормально вот и дальше варить что происходит вот таким образом я могу корректировать вот эту форму прям на ходу это же здорово то есть на ходу так все могу делать вот королу сильно не хватает вот этой операции конечно очень сильно и королу также не хватает еще операция рисования с точки зрения кривой безе такого плана чтобы я мог нарисовать кривую произвольной формы вообще этого я не могу в короле сделать к сожалению то есть если я рисую кривой безе а мне теперь надо резко угол изогнуть куда-то то как бы вот вот ну не получится мне так сделать в общем то вот я потом могу это сделать а сходу нет вот в люстраторе техника рисования она уже достаточно давно отточена если я включаю этот перо то я могу рисовать как угодно кривую вот так вот я рисую вот но я могу в любой момент вернуться правда там делать вот любую точку вот потом могу продолжить рисование как угодно хочу так рисую хочу щелчками рисовать на прямоугольник создается могу вернуться сюда подправить этот узел и продолжить дальше рисование вот то есть принципе я могу произвольно достаточно действовать и так далее рисовать нет и самое сейчас и дописка ли пером нет пора пером не то же самое еще разу поле пером что у нас получается вот у нас включено перо его обезья которые а смысл пером и не то же самое то есть я вот так вот иду это было похоже на режим пера вот я иду вот так и долгу так и долг мы теперь я хочу вот этот узел подправить мы видим что он не показывает сейчас если сюда нажимая остались без этого узла а как-то там не его там кнопочка control может быть но тогда я вы видите вы по сути вышел из рисования то есть принципе вот я сейчас хочу тот узел вернулся с control на нем нажимаю а теперь я хочу узелки подправить чтобы он мне был чтобы он был и чтобы он был ну поняли да не получается сгладить ну никак в общем то то есть принципе я не могу не загнуть сейчас вот эту часть но я могу так переместить вот дальше продолжают от рисовать вот принципе у иллюстратора они сейчас используют режим такого же отображения как орл используют режиме пирог но что получается в иллюстратор еще раз я вот так веду 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 теперь я хочу вернуть сюда и этот угол сделать другого плана пожалуйста вот так орли так сделать не смогу или я могу сделать сюда вот так вот раз и видите сейчас по прямой все соединяю в процессе рисования продолжаю рисовать то есть принципе я могу процесс создания с кривого творить все что захочу вот я могу даже здесь какой-то узел новый добавить и с ним но это надо и с ним поработать тут если удастся и таким образом конечно вот создание кривой она выполняется в иллюстраторе ну но требует навыков конечно же навыки нужны для этой работы но они не экстремальные ничего такого сложного нет зато в корле смотрите они в общем-то расщедрились на такой набор операций здесь у вас есть и перо и без план который работает немножечко хитрым образом ведь так то есть я как бы вписываю кривую заданную траекторию вам нужно например списать разводы в автомобиль или еще что-то там такое ну как вот это конечно здорово но специфическое применение вот но ломаные линии это надо было конечно пору обязательно сделать отдельный инструмент без него обойтись можно там 10 другими инструментами вот и кривая через три точки в принципе вот эта штука достаточно любопытно она позволяет мне создавать самые разные кривые вот пожалуй вы знаете она если честно позволяет очень важные вещи делать там волны различные создавать тогда так в таком духе такого инструмента в иллюстраторе нету но там это можно просто техникой работы изобразить вот так теперь такого инструмента в иллюстраторе нету зато вы смотрите что есть я могу в иллюстраторе работаю с узлами инструментом белая стрелочка выделить сразу вот эти несколько узлов в объектов и видите могу сразу без проблем работать с ними все видно вот скоро ли вот у меня идут сейчас вот эти две фигурки их вместе выделяю включаю инструмент шейпер выделяю вот эти узелочки и принципе могут практически похоже работать видно то есть я могу работать с кривыми сразу с узлами разных кривых одновременно понятно да идея вот этого идея замечательная принципе получается что ну как бы это здорово один маленький нюанс и нюанс касается работы внутри группы есть например у меня вот эти объекты сгруппированы скоро ли я изгруппировал и теперь шейпером я попробую работать вот цвет форма то я могу это узел выделить а этот узел тоже могу выделить но вместе их выделить я уже никогда уже не смогу то есть когда инструменты оказались в группе объекта оказались в группе я вместе с ними двумя узлами работать не могу с двумя объектами работать могу с узлами не говорить про то что если например эта группа у меня допустим вот она идет вторая часть группа и я хочу например работать с этими узлами с этими узлами вот этот узел вот этот узел понимаете тут уже шансов никаких нет я могу эти две группы выделить я могу включить шейпер но единственное что я добьюсь это вот таких результат на одной кривой могу на эту кривую могу на это кривых не могу вот этот момент он немножечко удручает в иллюстраторе проблем таких вообще нет то есть пожалуйста вот этот объект и я сгруппировал их он сгруппировал и теперь включается у меня белая стрелочка выделяю вот эти узлы и видите кого я захватываю ему все равно то есть я могу работать с этими узлами вот и мне добавить к нему эти два узла например это все происходит внутри группы понимаете они разгруппировал объекты это все внутри группы поэтому конечно вот эта вот работа внутри групп в иллюстраторе сделано мягко говоря куда полезно конечно тоже еще при работе внутри группа здорово спасает режим изоляции двойным счетчиком я вхожу и мне не страшно вот эти объекты повредить я работаю здесь я работаю добавляя здесь какие-то еще объекты там в общем-то и это все у меня внутри в группу получается и таким образом я сюда возвращаюсь и все нормально вот поэтому работа с группами в общем-то это выигрыш за коза иллюстратор правда в корле есть прикольная штучка вот если вы сделали много группировок вот эти объекты загруппировал то потом я могу разгруппировать эту всю группу одни операции отменить группировку полностью вообще все разбирается напрочь все групп разбираются то есть групп вообще не остается а в иллюстраторе я буду идти так по группам так сказать по уровням разгруппировал поэтому принципе в общем-то таким образом я могу сразу все это разбить про конечно структура и рисунка нарушается но в общем получается что я могу сразу избавиться ну и с точки зрения конечно работы с текстом у иллюстратора порвала принципе похожие возможности и что я могу с порвала работать в что могу с контейнером работать в принципе от меня текстовый контейнер получается я могу его так уменьшать вот так вот увеличивать и так далее но тут надо отметить такой нюанс что например если я копирую сейчас какой-то текст и в корол сюда вставляю ведь он такой идет достаточно большой текст не то что большой текст круто да все как он ставил вроде бы этого нет вот второй страницы ставил вот он идет перед вами идет вот такой вот текст вот но это контекстовый контейнер я могу уменьшать видно что с текстом происходит так происходит вот но у корла конечно для текстовых контейнеров то возможности в общем-то вполне впечатляющие столбцы я могу организовать здесь несколько колонок могу ширину колонки разную задавать это даже не верстальные программы не очень мало кто умеет вот и таким образом могу в общем то здесь конфигурирует этот текст с текстом работы корол быстро в отличие от иллюстратора и многострочные тексты проблем не вызывают поэтому для журналов да он принципе можно конечно это не дизайн вот и не даже парк экспресс была такая программа сейчас вы тоже еще живу но в общем то с текстом работы здесь более комфортно чем иллюстра текст по кривой короле вообще замечательно выглядит то есть например если вы берете кривую вы берете текст вот я сейчас текст по кривой делаю допустим да здравствуй вот как думаете кто да здравствуй как вам ничего так раз раз классно вот но да здравствует у нас будет корол дроу итак сколько текст по кривой выйти 1 2 заметно то есть таким образом я могу с этими текстами в общем то выполнять вот любые вот эти операции поэтому для печати штампов корол конечно программа да и я могу несколько текстов разместить по одной кривой без каких-либо проблем вообще в иллюстраторе это невозможно один текст на одной кривой а если вам нужно оформление это еще один объект на создание если могу задать для этого или что там любой цвет фона и никакую проблему вообще не предвидится я могу растягивать этот эллипс как захочу то есть ничего хочу с ним делать сами и проблем не будет вот в этом отношении конечно корол здорово работает правда конечно еще можно попробовать вот таким образом работать смотрите идет эллипс потом смотрите сейчас делаю я так вот я сейчас копирую и теперь сюда щелкаю мой и control в я вставляю вместо текста более того я могу здесь инструментом шейпер раздвигать трекинг то есть расстояние между символами и таким образом выйти я и сюда на вставлял вот эти объекты могут другие объекты наставляющий вопрос и так на иллюстраторе работать не получится он такие объекты вставляет не умеет то есть если я захочу использовать текст по кривой какой-то если я захочу какой-то хотя бы простой примитивчик вставить вот я сейчас его скопирую control c так текст по кривой сюда так control v ну чё-то чё-то другое идет другой текст какой-то появился вот такая ситуация получается ну вот видите здесь в общем-то у корла здорово реализован механизм да конечно я сейчас фигурку скопировал и поистом пытался оставить на контур в виде буквы фигурку скопировали из иллюстратора я не control c нажал но он не понимает ставку фигур и фигура у него судя по всему представляется мы сейчас посмотрим как у них фигура представляется обработка файлов и буфера объявить включить прикопировать включить код свг может быть если я отключил бы сейчас мы видели свг сейчас но давайте попробуем по-другому вот опять этот объект идет опять вот это я копирую control c теперь переключаю текст по кривой сюда ткнул то есть там он копировал текст и текст свг что это часть мы я про плагинговый не говорю здесь плагины различные на самые разные темы я говорю про сами системы сейчас вы знаете плагины есть для любой систем том что иллюстратор но спали с лагины лично проблем какая вышла новая версия иллюстратора и еще делать старыми плагинами там есть шикарный плагин для иллюстратора вот на курсе мы смотрим плагин который позволяет сшивать сетки градиентов как torment называется но там автор может перестать выпускать под новые версии и все в общем то он не работает то есть старая версия этого плагин не работает с новой версией вот вам и плагины и поэтому получается у нас вот есть вторая часть по иллюстратору и поскольку я автор этого курса но там сейчас частенько другие потому что у меня больше веб сейчас будет специализация то меня просили убрать оттуда вообще плагин потому что народ намучился просто новая версия выходит и что с этим плагинами делать они не работают там и как показывать так далее вот поэтому с плагинами вопрос особый но сейчас вы видели что произошло так теперь вот я сейчас показывал такие операции вот но между тем конечно с текстом в иллюстраторе я показывать не буду там принципе похоже работа в общем то ведется а смотря что то есть принципе если вы хотите например работать с кривыми конечно вы должны в кривые перевести в некоторой ситуации он сам автоматически переведется поэтому тут все от зависит вот поэтому здесь принципе похоже паритет у них идет но с другой стороны есть например я в короле пишу вот например вот так написал и теперь я могу хочу закрасить какой-то цвет вопросов нет это все понятно да но я хочу закрасить градиент например у корола здесь достаточно обширный количество заливок видно все нормально все окрашивается более того и там такие штуки конечно можно делать у него вот такую штуку иллюстраторе сделать невозможно в принципе вот но в короле вот эти вот зубы нету старших версий 7 8 7 из 8 получилось поэтому здесь конечно здорово сделано но я текст приял до градиент если я хочу к тексту иллюстрации привели приди вот идет он adobe где у нас градиент вот они идут они не применяются но принципе а как я могу сейчас привели вопрос вебинара и вебинар у нас есть профи по иллюстратору что я сейчас должен сделать какую панель должен открыть чтобы текст закрасить градиент это возможно окно называется это вот не перевести в кривые это нет это не спортивно или предлагает в ряд понятный но в иллюстраторе мы используем блин ну как же по-русски они сделают ешь не привык к русской версии и перенса как она по-русски называется оформление а вот будь подсказывать я тут просто с русской вообще теряюсь жутко вот я сидом умудрился поставить русскую фотошопа но пока плювись на работы но иллюстратор я сразу смотрел что ставится там и я сюда добавляю новую заливку добавить новую заливку вот заливку новый добавил какой заливку добавляю вот эту заливку да да вот это конечно appearance вот это вот оформление это фишка иллюстратор просто крутая я сюда могу добавить просто потрясающие вещи то есть принципе вот идет вот этот текст дам то я могу сюда водку добавить сюда ему то есть нажимая добавить новую обводку вот такой видно добавить но я могу сделать по-другому я могу сделать ему добавить эффект смещение контур мне нужно вот это наверное создать параллельный контур вот так вот допустим наверное много но вообще прикольно ну и так вот я добавил сюда вот этот контур как видите вот она видите оформление все это в стопку сюда складывается вот они идут вот и я суда могу еще на добавлять сделать это стилем использовать для разных других объектов это очень круто конечно то есть это один объект у меня работает то есть принципе я могу сейчас таскать все это дело переписать скоро получится почти что не менее красивая как видите но вот так она работает вот это по оформлению крутая очень вещь и я могу порядок менять здесь может по-разному применять эффекта могу можно воротить так что всего в корле такого нету вот король такой невозможно сделать и то есть прав можно иллюстраторы сделать свои бюллеты для оформления списков нет нельзя то есть в принципе в иллюстраторе вы можете любые картинки дорисовать напротив текста но бюллеты сделать у вас не получится то есть если у вас идет вот какой-то текст вот текстерия сейчас так называемый создаю вот это один абзац а вот это второй абзац пошел я могу попробовать сюда опять помните я вставлял сюда какие-то ну звезды сейчас она я вставлял текст по кривой может быть здесь пройдет копирую control c сюда вот как бы как бы нет я могу и отсюда вставить например но толк нет как видите ну давайте вот так вот правой кнопкой а вы кнопку них там копировать это не для иллюстратора операцию копировать или еще разок сюда курсов сюда ставить но потом можно сделать вот так вот виктори круто вот можно сделать только глиф можно использовать да вот то есть принципе может только элемент шрифта использовать никаких картины внешнего не используется да вот корли он не знает о таких проблемах а зачем узнать проблему я туда захожу найдет 5 лицензии там на вебинар туда берем красный копируем и не вопрос да похоже на то но я могу и выделить здесь и сделать ее размером не 12 а там 18 там не знаю вроде больше стало 7 ну видно явно да все нормально с этим но упор в списке поддерживать просто если что но там правда тоже я могу стандартные глифы использовать я не могу не стандартно использовать а здесь по сути возможности дизайн перед вами порога то есть принципе все это вещи можно в дизайне у него тоже нельзя свои картинки в качестве маркер делалось он не умеет этого делать можно любые стандартные шрифты используют для глиф в смысле для бюллетов для пуль вот так так что с текстом здесь пока что полный вершу за королом остается но с точки зрения визуальных эффектов как видите тут вообще сравнить их сложно вот теперь такой момент он касается ну вы знаете я не буду показывать градиенты сетки градиентов у них в принципе похожие вещи королы есть свои плюсы есть свои минусы также самую иллюстраторе заливки различным королы есть но здесь все-таки по поводу заливок стоит сказать что вы возможно знаете там есть такие узорные заливки у него у королы вот они идут узорные заливки вот и я могу например уделить объект вот он идет и сделать его это самый узорный заливка вот такой вот но а я хочу масштабировать заливку внутри моего объекта вопрос понятен как я какую операцию должен использовать чтобы масштабировать узор внутри объекта абсолютно верно да то есть я захожу в инструмент масштабирования масштаб и здесь ему говорю масштабирование но трансформировать узоры а объект я могу сейчас просто отключить вот и даю например 20 процентов видно все понятно с этим вот здорово здорово но куда больше плюс это то что я могу этот объект еще и разобрать на части то есть я могу пандема разобрать оформление могу выполнить операцию разобрать дальше потом там объекты разгруппировать вот и так раз группировать в общем тут вспоминаешь корол как он хорошо сгруппировать у меня нет через буфер обмена вы не можете передавать только самые простые вещи иначе все в раз превращается сходу нет конечно я могу в формате епс либо pdf можно сохранить еще более безопасно pdf используйте если между приложениями только pdf используйте почему епс портить прозрачность то есть если вы прозрачные эффекты использовали вы останетесь без них епс не поддерживает прозрачность все будет растрировано понятно если вы хотите прозрачность и транспорции свойства тогда только pdf то что старше есть pdf ну как старший начиная с пятой версии pdf сейчас уже туда-сюда гонять без проблем может то что pdf прекрасно открывается в поролом pdf прекрасно открывается иллюстратор так что здесь возможности будут гораздо лучше вот поэтому с узором есть вот так вот тут татьяна дозраствует иллюстратор ну тут они вводят программу как видите каждый по-своему хороши кстати говоря у меня ко всем будет знать какая просьба вебинар там если конечно у вас будет такое желание и возможность да и здесь тоже я сделал такую штучку называется она сейчас скажу как называется а в общем называется она вот так вот тени cdr-ai ну-ка сейчас проверим это файл доступны для совместного редактирования вот если у вас будет желание вы чем нравится корал да вот а вот сюда списочек добавлять чем не нравится корал да чем нравится иллюстратор чем не нравится иллюстратор да в принципе я его оставлю в принципе ссылочка понятна какая еще разок сейчас выдумаем видно да тени cc это сервис прощенных имен он позволяет очень здорово кастомизировать так чтобы было легко запомнить этот документ доступны для редактирования для совместного редактирования ну если у вас будут мысли напишите сюда может у нас получится что-то такой совместный такой труд чем кому нравится это ваше ощущение будет конечно же но я с вашим позволением сейчас продолжу ведь гугл сделал такие божественные сервисы что можно дружно работать вообще да то есть это хвала ему конечно за это так но по поводу вот этих вот узоров посмотрите вот так вот у иллюстратора тоже есть узоры различные вон у них там у целой кучи идут единственное что остается немножечко сожалеть они что-то там намудрили и они прозрачность зашел не там зайчик в чем проблема они вот интерактивный заливку вот идут узоры полноцветные узоры потом там растр у них там разные варианты есть вот такой вариант есть но вот например если выбирают эти варианты они здесь зачастую как-то вот я ведь нажимаю и дальше сижу жду а он показ подключает какие-то интернет и сервисы чтобы выдать мне то что я загрузил бы и чё такого не как-то вот видите вот это сейчас я должен подключить интернет пока вот раньше не зависела вот но то ли 6 то ли 7 версия ну начало так зависит вот то есть она про мне нравится вот такая заливка мне нажимаю нажимаем на нее и еще раз нажимаем он наконец-то мне выдал и я вот это что применить ну так ой 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 это должен залицензировать войти в корол еще для этого ну вот ну чё тут скажешь чего-то ну ладно вот вот я вот так сейчас делаю видите здесь идут вот эти узорчики различные но смотрите какая прелесть хоба да есть установлен у них раньше целый куча была а сейчас они как-то в облако все засунули и просто так они получать не дают вам а раньше море просто было ну как вам редактирование узорчик ничего помните у иллюстраторы куда мы заходили здесь вот пожалуйста все на ходу редактируется но правда я не могу разобрать на отдельные объекты нет не могу к сожалению то есть вот вот оно такое идет все оно так вот с этими узорами живет в чем плеве фишка иллюстратор что могу на отдельный объект разбирать это говорит о том что вот я сейчас назад верну вот это было разобрано в общем-то но я могу привык нему применять различные операции деформации мой господи не тут были ты вот деформация ну и сейчас пока эту штуку погашу нет но это надо снова мне зайти сюда на эту сетку и здесь и так он не выделен еще видно то есть принципе я могу вот так вот деформируясь мои объекты здесь как пальцы photoshop и совершенно только в раз вектором варианте это конечно очень круто в общем что могу такие вещи делать естественно могу более сложной операции деформации делать это очень круто сделано это вообще просто шикарно просто нет корр невозможно это сделать он не будет вам так деформировать надо в растр переводить тогда он сразу сможет там деформировать на это никто поэтому здесь вот я говорю поэтому у меня была идея тот сток на и небольшой устроить да очень то чтобы так сказать вы увидели какие нюансы есть и выйти нюансы местами плюс корр перевешивать но мощь конечно за иллюстратором иллюстратор мощно ее перебить невозможно у него конечно функционал художественную гораздо богаче но для за корр вот эти работа она более простая зачастую она просто более интуитивная получается теперь дело в том что для наружной рекламы корр там свои нюансы там имеет в общем-то и с большими объектами он без проблем работа иллюстратора пять метров ограничений урла нет ограничений то есть я могу создать документ там есть честно не помню такого размера максимально ну допустим создадим там десять тысяч миллиметров от нас 10 метров получается нет 55 метров но чуть больше чем у иллюстратора да пожалуйста десять тысяч видно могу на метр перейти вот 10 метров там 100 метров на 100 метров нет 45 метров ограничений у того 5 у этого 45 ну для наружки принципе там свои нюансы используя корр ла есть вот для резаков тоже хорошо там многие вещи корр ле задействовать но это уже по технологически такие моменты ну и для домашних задач тоже вот например у меня вот этот объект идет вы спрашивали можно ли перекрашивать но другой момент прозрачный по детству и дырки не поддержит то есть белый это будет делать это не только будет если вы старает дырки можно использовать и здесь не под не получится поэтому с точки зрения художественности конечно вот это именно мощь художественно она за иллюстратор теперь немножечко техническая вставляющая за курлом потому что например если например вы хотите вам схемка нужна а вот так как не знаете у вас его нет то пожалуйста вы берете включаете вот такие вот где они там были размер вот так вот присоединились по звукам вот так и вот так вот и вот так вот красота вот причем объекте вот так то увеличиваю было мыслить и жалко что сюда нельзя ввести размер он стал такого размера вот так нельзя сделать а так размерные линии на ура работают так что съемки вот на поле реально совершенно можно делать по графику можно делать до схему помещений можно делать это все без проблем совершенно вот конечно 3d схемы рисовать можно но это будет одинаково хреново и иллюстраторе в короле марокко будет страшно очень-то но сами схемы очень хорошо так теперь немножечко другой момент но это же иллюстративная схема да например вы можете ее там хоть в автокад экспортировать можете напечатать куда угодно формат это жоптима поддерживается он позволяет это самое сохранить я тут руками развожу и как бы выбирайте что хотите спортировать там еще раз пять больше список на сам таких съемных программ ну вот теперь другой момент хотел показать что так а для веба или например итак я сейчас открываю вот такой вот и перед вами ну скажем будущее мобильные приложения и сейчас вы видите что есть вот здесь вот ссылочки он так вот обозначает ссылочка в короле делается через настройки интернет в общем вот начало страница 1 вот например потом начало страница 2 вот и так далее я могу принципе вот так на странице ссылаться и принципе я получаю вот такой документ у меня содержит видите несколько страниц и вот ведь я подсветил час второе окошечко ведь где загрузить идет да вот и затем третье окошечко совета дальше идут переключением вот эти вот уже окошечек вот эти кнопочки да таким образом я создаю такой интерфейс мобильного приложения на короле я не буду показывать как вы рисовать то что это достаточно реальное действие вот это все нарисовать но покажу немножечко другое как эта штука выглядит на телефоне то есть принципе я потом что сделал я это запортировал на google диск и с телефона подключаясь к этому google диск правда здесь надо учитывать что в общем что самое нужно что по адоб акробат смотрел а адоб акробат эти ссылки работают а в других увы не во всех они работают так я сейчас попробую включить свою камеру он видит что видно ну уж извините но чем видно вот и так вот она ведет правда здесь все таки странные видите сейчас у меня видно там где выпить идет серенькая да а он сейчас потух вот так я нажимаю где закусить где закусить потом нажимаю советы кнопочку вот он переключился на советы пытаясь пальцем отткнуть на второй совет не попал так это у меня в обычный режим пришел он попал все нормально таким образом я создаю такой интерактивный pdf который могу показывать заказчику могу сам на телефоне щелкать как угодно с размерами вопросы есть все нормально да в общем то могу так пролистывать принципе вот эти экраны но интерактивный режим тоже работает то есть я могу так вот все делать переключать вот и вот обратно возвращаясь сделать и пожалуйста вот так и могу назначить вот эти все кнопочки единственное здесь проблема то что на корле я вижу все отдельные отдельные края отдельные страницы понимаете вот они идут отдельными страницами вот так вот я не могу их увидеть сразу вместе например вот этой странице так ну видно все нормально было дальше вот на андроиде абсолютно то же самое могу не показывать да в общем то все будет все один к одному до интерактивный pdf консульт интерактивный pdf она прекрасно все работает и все кнопки жмутся что очень здорово на самом деле в этом иллюстратор так не умеет делать интерактивный pdf это только и дизайнер умеет делать адоба не будет там распыляться на эту тему на разные приложения вот а так вот пожалуйста ведь он идет я могу использовать мастер страниц так называем для создания и так далее вот поэтому с этой точки зрения конечно здесь у него в общем-то возможности очень приятные конечно что и мыли из него генерить сделать не самое лучшее да и смысла никакого нету но вот интерактивный формат вполне можно вот так но это мы с вами смотрели сейчас вот такие вот вещи принципе которые бывают иногда нужны да в общем-то вот по поводу страниц видите вот какое представление идет странице и вот только такое вот только так то есть макет целом нельзя у него есть операции у королла сейчас она называется вид вид порядка страниц но он ведь вот так просто показывает и все собственно и все то есть я не могу здесь прокручивать их смотреть но вы не могу здесь редактор редактировать то есть я должен перейти на страницу чтобы с ней работать ну такой момент но с другой стороны в принципе ну как бы вроде так ничего так теперь с точки зрения профессиональных моментов конечно это вот профессиональные функции дра например различные спецэффекты и так далее у корола иллюстратор я бы сказал плюс-минус паритет потому что королы есть одна фишка это про руку иллюстратор другие моменты на вот это помните панелька оформление она на себя берет очень большую конечно нагрузку но вы помните в иллюстраторе есть такая функция blend перетекать то есть я могу например сделать из вот а из одного объекта в другой допустим вот звездочка идет и дальше у меня например будет эллипс какой-нибудь вот и я могу сделать перетекание из этих объектов например вот так вот вот так вот и он мне вот так вот делать вот эти перетекания вот дальше я могу через панельку перетекание переход параметр перехода подправить как лучше шаги задать ему там вот таким образом я могу это дело регулировать но собственно говоря на этом делаю за качество единственному кривую другую подложить ему еще и все но как короли это делается короли это делается очень круто но например вот мне идет эллипс какой-то у меня идет ну допустим опять звездочка вот так вот я делаю здесь справится называется blend ой пересекание тоже вот так вот тащил вот он не создал но принципе пока похоже на то что иллюстратор делал да конечно же конечно же еще как он ведь как красивый просвета а вот смотрите за то какой момент другого плана когда я снова активизирует эту бред группу я могу здесь сделать вот такие вещи например то есть я как бы сконцентрирует этот переход тем самым я могу изображать перспективу например что уллюстрации невозможно сделать в общем-то что так вот дальше уходит понятно вдаль как будто вот в этом отношении корол очень круто организовалась вот эту работу вот и принципе я могу по пути перетекания делать конечно вот вот это ускорение у него идет я могу отдельно регулирует по объектам и по заливкам вот эти вещи это по объектам альта по цвету сейчас перетекание выполняется вот то здесь в этом отношении сделано очень здорово более того я могу например сделать перетекание и из одного объекта в него живут самый обычный кружочек в другой самый обычный кружочек и делает перетекание между ними вот оно создалось а дальше я создал элипс и дальше вот этот объект я его сейчас кнопка была новый путь сюда вот но делаем это вот что давай-ка мне сделай перетекание вдоль пути вот он пожалуйста сделай перетекание вдоль пути пожалуйста я могу здесь 3 шагов сделать вот и так далее то есть теперь у меня вот этот управляющий объект ведь он реализует вот такие возможности перетекания и я могу регулировать опять все то есть перетекание это очень круто в короле сделано бленды вот эти вот так называемые тут иллюстратору до него я не представляю как далеко то есть здесь это очень круто правда вот эти вот перетекания они еще очень часто использовали очень красивых вещей я сейчас покажу разрешение автора один сюжет это алексей глуша ищи сделал обалденность но у нас мастер потрясающий он профессиональный художник королист один из известнейших людей в россии и за рубежом тоже там на конкурсах работы выставляется варсу ну сейчас сами видите какая красота правда конечно оглушевич алексей дмитрий дивиденко и владивостока евгений ларионов из одессы тут целый плеяда таких мощнейших художников которые просто потрясающие рисунки делают дмитрий дивиденко работает в стиле знаете векторного графики когда ну пытается достаточно детально воспроизвести но как бы создать свою свое видение какое-то он сюжет из фильмов делает свои сюжеты делает но что интересно у них совершенно разные способы работают работа через блендов через перетекание вы сейчас виды их видите там они идут дивиденка работает через плашки то есть куча объектов идет огромное количество вы можете на ютюбе найти ролики как обрисует все это в корле делается но возможно ли сделать плюс старт 3 нет невозможно ни одна система не тянет такое количество объекта иллюстраторе горло он более щадящий средства средства по ресурсам и поэтому он тянет вот эти вещи ну вот такая это вектор это вектор это вектор на рисунок сделанных короля он художеств с точки зрения эффектов с точки зрения художника художнику важен инструмент вот и тут уже важно чтобы этот инструмент подчинялся у горло инструменты все очень хорошо подчиняется те же бленды они в руках великолепно сидят мешами это он не мешами не работает мало кто и вообще из профессионалов меши используют они очень тяжело управляются очень тяжело и несмотря на все усилия корола он предоставил титанические усилия чтобы их можно починить но все равно это бленды используются и плашки и бленды и плашки я даже не представляю сколько там объектов потому что вы видите сколько она прорисовывает он тоже частями соединял этот сюжет тоже компьютеры еле тянут но с другой стороны у корола всегда режим есть разный режим упрощения вот видели сколько прорисовка цветной а вот это черно-белая пошла прорисовка видно со скорость какая то есть принципе вот так вот так уже работать вполне можно я сегодня попробовал экспортировать в иллюстратор но там у меня компьютер тихо завис но я как-то перестал пытаться я вам показываю эти слова в другой аудитории я в pdf экспортировал но в принципе пример с таким же успехом файл получил 65 мегабайт это 65 мегабайт весь кстати его это рисунок находится в открытом доступе душевич он как но у него куча своих еще рисунков новых идет но все это требует кучи времени это ну и нужно быть профессиональным художник конечно чтобы такие вещи рисовать вот поэтому да здесь конечно ребята просто потрясающе работают вот поэтому видите как художественное дело это не в программе скорее а в руках на пейнте можно очень круто нарисовать но это будет растер а это вектор есть разница да поэтому здесь да как то вы знаете в принципе по объектам его особо не напугаешь там в общем-то по сложным эффектам но может тогда зависнуть конечно но бывает очень вырубается за разду иллюстратор тоже бывает ну все бывает к сожалению раньше была у нее беда в свое время но как сейчас они с этим бедами начали справляться вот поэтому катастроф такой как раньше не ну такой симпатичный рисунок но что касается технологических различных моментов я сейчас закрою чтобы он не тормозил то есть конечно ресурс он пожирает море ну конечно у иллюстратора есть там большие преимущества перед корр вот например я создаю объект вот я создал объект какого он цвета точно а как это можно узнать вообще но смотрите я захожу просмотр и говорю ему показать сетку прозрачность опа вам все понятно все понятно все понятно все абсолютно понятно все сразу видно не надо ничего щупки я конечно же ее могу обратно отключить вот а прозрачности в этом самом как в корле ничего такого нет вот я создаю какой-то объект вот и вот он идет да и какой вот по я щелкаю по нему нарисовал прямоугольник наверное он белый а может быть бесцветный вы никогда не узнаете пока либо фоновый объект надо размещать да чтобы было видно на нем но так вот обозначения нету таких каких-то вот поэтому здесь с точки зрения допечатки вот у иллюстратор есть конечно свои достаточно серьезные плюсы вот так но с точки зрения кстати говоря еще достаточно интересного эффекта у иллюстратора о его горло добавился в старших версиях очень приятная вещь видите такая называется эта обрезка вот а фишка в чем-то мне этот объект не нужен целиком я должен обрезать чтобы куда-то вписать например да я выбираю эту трамочку нажимаю вот так вот допустим нажимаем enter и у меня физически его обрезал то есть он не то что его куда-то в контейнер загнал да и он физически его обрезал это весьма весьма приятно затем при работе с растрами картинками ну допустим вот я выбираю несколько картинку так вот сюда могу раз и их там все размещать вот но что здорово я если вот так вот масштабирую ну понятно что происходит но в коре ли я могу с растровой картинкой работать вот так то есть я могу таким образом обрезать ее ну допустим есть много рядом соседних объектов он к нему липнет здорово вы поняли что я могу в общем-то и обратно раздвинуть но я могу сделать растровое изображение и обрезка изображение все и теперь у меня уже больше ничего лишнего нету все все это физически обрезалась то есть растровое изображение подгонять их гораздо удобнее в иллюстраторе просто мне придется маски использовать без маски я ничего с картинкой сделать не смогу я здесь могу маски тоже использовать у нее power clip есть фигурная обрезка для этого но здесь как бы в общем-то викторий спрашивает можно ли убрать тень у страницы да то можно убрать эту тень вот это нужно в настройках где-то там это было или виды граница окна где-то меня там настройках это дело было но вот показывать границ страницы это пока не находится граница есть тень да может быть там но сейчас там на тете помню нет размер страницы показывает страницы она здесь идет до размера страниц еще виде было ну посмотрим нет это другой вид страница граница страницы где-то я тень отключалась ну но я помню это было но сейчас вот они убрают вот у него много разных там возможности отображения как вы видите вот но с другой стороны в принципе эти мелочи тень и прочее да это как бы можете не сильно отвлекать вот но то что вы видите в общем то они достаточно никто не упал пока и достаточно неплохо работает это вот однозначно совершенно вот теперь но я вам показал с точки зрения в общем то некоторых моментов до печатки да вот так вот но по поводу визитку спрашиваю вот я создаю визитку например и вы знаете я что сделал я там какую-то заготовку взял поэтому там где-то была визиткой вот она визитка идет ну в принципе как через такого особого да и в общем ничего особого если только я захочу печатать это дело печатать вот я как раз захочу вот нет вы дальше смотрите дальше Эльдар да Эльдар мы увидели play page border но вместе с рамкой она отключается как бы вот поэтому в принципе тетей прямо убрать по-моему раньше была у меня такая штука где отображать тень наверное они ее убрали вот так и теперь обратите внимание на предварительный просмотр а это какая-то не та страница господи это иллюстратор вон предварительный просмотр и теперь я могу сделать вот что прошу вы понимаете почему Coral обожают для печати визиток вот таким образом можно очень здорово вот так разместить более того но это уже не входит я даже не планирую показывать слияние при печати я могу сделать вот что я могу фамилию загрузить из базы данных в Coral и сделать печать подстановкой так что одна страница содержит вот Иванова Андрея вторая Андрея Иванова и так далее и везде куча этих визиток идет все эти расстояния регулируют все эти маркеры все там настраиваются в Coral поэтому такие печати множественные информации это сказка просто в иллюстраторе это сделано это трешилгар в Coral это просто фантастика вот поэтому здесь они очень здорово в общем то постарались на эту тему здесь вот метки различные можно размещать в общем там кучу всего можно регулировать здесь лучше его так сказать это щупать самому так ну в принципе наверное уже сейчас будем потихонечку завершать конечно все показать здесь невозможно все эти различия но фишка в том что иллюстратор она всегда была более выразительная по мощности программа да вот но вот смотрите ну разве не появились например вот идет вот эта картинка страница 1 и я например хочу там все сделать посветлее я все это выделяю control например и добавляю ну например желтенького цвета чуть-чуть или зелененького или синенького или черненького это с control делаю он тогда добавляет чуть-чуть того или иного цвета то есть в принципе здесь он позволяет очень круто в общем всем управлять вот и вот таких мелочей здесь просто огромное количество coral конечно вылизывает постоянно различные проблемы у него есть с цветами были разные проблемы цветовой палитры я имею ввиду с ней было кошмарно работать а сейчас видите я цвета задействовал они у меня внизу собираются потихонечку видно мне нужно я там добавил какой-то цвет еще например вот допустим вот отсюда я добавил там красный там есть видите он сюда тоже то есть внизу у меня идут цвета документы я прекрасно с ними работаю вот так что ну вот такие моменты тут еще народ немножечко страдал по поводу того что в иллюстраторе вот на ретина дисплеях вот есть проблема того что мы с манипуляторами работать невозможно они очень тоненькие в них попасть сложно из-за высокого сверхвысокого разрешения мышки в них попасть сложно и народ страдал спрашивал там вчера там вебинар один с адвоксом будет ли какие-то достижения там у нас будет проблем нету поэтому в чем в чем проблема ну как бы вот так что в короле тут как бы проблем здесь нет Татьяна спрашивает что лучше сначала изучать корол или иллюстратор вы знаете Я скажу сразу что иллюстратору лучше изучать после фотошопа корол корол вы в любой момент можете изучать хотите до фотошопа хотите после фотошопа но иллюстратор после фотошопа вот это как бы чтобы адобовский интерфейс был в руках именно адобовский потому что корол это корол screen интерфейс и вам придется переходить это сложнее гораздо и векторные графика она по разному организована в короле в иллюстраторе. Поэтому здесь надо себя будет немножечко ломать. Поэтому, в принципе, Coral для общего развития, знаете, никогда не помешает. Ну, а допуска линейкой, если вам она нужна, то фотошоп и иллюстратор в таком порядке. Корал, хотите между ними, хотите вначале, хотите после, так что, да, вы на вас осмотрели. Ну, Корал еще много чего может. Он может шрифтит создавать, вот, и там есть совершенно обалденные вещи. Может, слышали, как это называется, геляширная графика есть. Такая вот, геляширная. Это водяные знаки на банкнотах, вот такие сложные, вот такие. И для Корала есть плагины. Кстати, плагин для Корала работает почему-то для разных версий Корала одинаково хорошо, в отличие от плагинов для иллюстратора. Вот, и там можно совершенно потрясающие вещи делать, процедурные такие вот переходы, и даже там используется это даже, ну, там, с разработчиком Корала и сильные неотключевые функции, с которым работает плагин. Я думаю, что, да, 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 у них понимаете, Адобусы вынуждены и Маки поддерживать, и Windows, и поэтому, возможно, там есть свои заморочки, а здесь, ну, они на тихие рассчитаны все, и поэтому заморочек меньше в этом отношении получается. Вот. Какие календари в Корале можно делать фантастические? Вы знаете, с точки зрения рисования, в принципе, здесь у иллюстратора, ну, мало функций, но эти функции, они гораздо мощнее работают, чем в Корале. Или, например, мы берем, например, кисти, там, художественные кисти, я не стал здесь показывать, там очень много специфики, они в иллюстраторе сделаны мощнее, чем в Корале, конечно. Ну, в Корале тоже многие вещи можно делать, но в иллюстраторе оно более гладко работает, что ли. Вот. Но вы видели результат, да? Эти авторы не используют эти инструменты, они работают простыми инструментами и используют свои руки, свою голову и свои руки. Василий пишет, если Москва, лучше изучать иллюстратор, если Алматы, то лучше изучать Коралл. Ну, тут вопрос тонкий, потому что Коралл, он более доступный для изучения, иллюстратор более сложная программа, она требует очень много практики, чтобы вы в совершенстве ей владели. Ну, в принципе, я в боевых условиях в свое время владевал, поэтому оно в руках, ну, в таких условиях хорошо ложится, когда вариантов нет, когда без правой кнопки в Корале остался. Вот. А тогда уже, уже, уж лучше так, в иллюстраторе мучиться, потом к нему привыкнуть. Ну, вот, конечно, в общем, одна программа не заменяет другую, у них чуть-чуть разные все-таки назначения, все-таки функции тоже разные, то есть если с Растом работаю, у него и много еще еще у Корова есть. Ну, ладно, ну, все тогда, завершаем. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok